Страна, Украина, польская лавочка закрывается Александра Харченко Страна.УА, Украина 15 апреля 2020 года Польские гастарбайтеры, как и украинцы, массово возвращаются домой из-за рубежа после повальных сокращений на фоне тотального карантина Поляки, которые работали в Германии, Австрии, Британии и других странах Западной Европы Теперь могут претендовать на рабочие места украинцев Нашим гастарбайтерам после карантина уже может некуда будет возвращаться на работу Ведь Польша была у них самой популярной В соседней стране трудились почти 2 миллиона человек Около 150 тысяч уже вернулись на Украину И это только официально Великое переселение мигрантов ситуация малооптимистичная Поляки теперь реже ищут работу за пределами нашей западной границы В то же время, интерес к предложениям работы в Польше растет, говорит нам Доминик Мачак, сотрудник агентства временной занятости Сильверант По опросам, примерно каждый третий польский работник был уволен в Германии, Австрии и Великобритании из-за карантина Когда начала закрываться сфера обслуживания, рестораны, магазины, парикмахерские В Западной Европе до пандемии проживало и работало около 2-3 миллионов поляков И больше половины из них не собирались возвращаться За границей им легче найти высокооплачиваемую и более стабильную, чем в Польше, работу В богатых странах Европы платят вдвое-втрое больше Если в Варшаве домработницы заплатят 1000 евро в месяц, то в Германии – 2,5 тысячи Но сейчас, когда из-за пандемии рынок труда переживает кризис, поляки возвращаются домой И тут уже будут браться за работу, на которую бы раньше не пошли и которую делали мигранты В основном украинцы, рассказывает странник Жегош Савка, эксперт по вопросам миграции Польского аналитического центра О том, что западноевропейки работодатели из-за проблем, вызванных эпидемией коронавируса, увольняют польских работников Подтверждает Агнеш Камесюк, советник и эксперт по трудовому праву в Германии Из-за эпидемии работникам сложнее защищать свои права в суде, говорит нам она Многие люди оказались в очень сложной ситуации, потому что их семьи кормят работа в Германии Особенно это касается поляков, которые живут в польско-немецкой пограничной зоне Рассказала нам Камила Шаил-Мазурек из Польского общественного совета в Берлине По ее словам, в Германии для иностранцев осталась тяжелая работа на полях за 10 евро в час или, например, операторами экскаваторов с зарплатой на 1900 евро или работниками склада, около 12 евро в час Также по-прежнему востребованы электрики и сантехники.Те же, кто работал в сфере услуг, остались без заработка За 1000 евро лучше дома посижу сокращают поляков также в Британии и Австрии, где из-за коронавируса уровень безработицы достиг самого высокого показателя со времен окончания Второй мировой войны Предлагают только сезонные работы вроде сбора спаржи Думала пойти, но рабочий день с 7 часов утра до 5 часов вечера за 7,5 евро в час – это не фонтан для такой работы И еще с обязательным проживанием, которое тоже платное Лучше я дома посижу, чем за 1000 евро буду пахать на плантации, говорит нам Миколина из Вены, которая лишилась работы Бармина Часть поляков, по опросам, после карантина планируют снова попытаться трудоустроиться в странах Западной Европы Но поскольку восстановление после кризиса займет какое-то время, рабочих мест хватит не всем И часть людей останется в Польше и будет искать работу дома Выбирать не придется, поскольку, по оценкам польского агентства по трудоустройству персонель сервичи Из-за коронавируса в Польше могут потерять работу до 2 миллионов человек А безработным стать каждый десятый, говорит Савка По его словам, даже сейчас можно устроиться на работу в сфере строительства Тут не только не увольняли, а еще и нанимают новых сотрудников На зарплаты 1,5-2 тысячи евро До пандемии каждый третий работник на польских стройках был из Украины Украинцы уезжают не только из-за сокращений, а из-за окончания срока действия документов Ведь примерно половина работала по биометрии У других визы заканчиваются Многие планируют обновить документы и вернуться Но их места уже могут быть заняты поляками, которые возвращаются из Западной Европы, добавляет Савка Польское законодательство, по его словам, не предусматривает для иностранцев нечто похожее на отпуск за свой счет Ты либо работаешь, либо увольняешься и теряешь вид на жительство Работы в Польше нет и когда будет, неясно в Польше, по словам экспертов Сейчас нанимают в основном на тяжелую малооплачиваемую физическую работу Зовут грузчиками на склады, в магазины и курьерские службы Но не курьерами, а о тяжести таскать На комплектацию товара, чернорабочими настройки На сортировку посылок на почту Говорит нам Инна Мэйц Специалист по трудоустройству за рубежом из Львова Причем ставки упали За ту же работу, за которую раньше платили 17-20 злотых в час 112-130 гривен Сейчас дают 12-13 злотых 80-86 гривен В месяц на руки выходит около 500-600 долларов Вместо прошлых 810-00 долларов Уже набирают на сбор клубники Но и там оплату снизили 2,53 злотых за лукошко 15-20 гривен А не 4-5 злотых 26-33 гривны Как в прошлом году Продолжает специалист по трудоустройству Я сейчас в Польше Много бизнеса закрылось Работы нет и когда будет Не знаем Рассказывает нам Ирина Гринешак Из Надворной Франковской области На Польшу надежды нет Все закрыто Я работал барменом Но заведение закрылось и я остался без работы Я вернулся на Украину А мой друг остался в Польше И сидит без работы Рассказывает львовинин Олег Хамич Возможно Еще можно устроиться на тяжелую работу На ферме с животными Или в парниках с овощами На которые не соглашаются поляки А наши за копейки делают А так найти нормальное место сложно Плюс поляки возвращаются из Западной Европы И перебивают у нас работу Говорит львовинин Владимир Грабар Который вернулся из Польши в конце марта Я просидела в Польше на карантине почти месяц А на днях сегодня вызвали на подпись документов на увольнение Вздыхает Наталья Дуба Когда снова пустят по безвизу Среди украинских гастарбайтеров Которые вернулись домой пересидеть коронавирус Уже начинается легкая паника Многие пытаются искать пути Как вернуться в Польшу Я работал по безвизу на стройке под Варшавой Получал 1200 евро Но три месяца закончились И в конце марта пришлось вернуться Теперь из-за коронавируса назад не пустят Пока все это не закончится И границы не откроют А в фирме, через которую я нанимался Говорят, что мое место уже занято полякам Предлагают только сезонные работы за меньшие деньги И то не ясно, когда поляки опять будут пускать по безвизу Делится со страной Львовини на легкий силь И хотя в Польше продолжают увольнять украинцев В соцсетях один из самых часто задаваемых вопросов Когда Польша начнет пускать по биометрии Другие шутят, мол, до этого все спрашивали Как вернуться на Украину А теперь опять, как уехать из Украины Люди в первую очередь думают, как им прокормить семьи Поэтому опять думают о выезде А на Украине какая разница от чего умирать От голода или от коронавируса Нас никто не спрашивает За счет чего мы должны жить столько времени без доходов Говорит львовянка Ольга Стасюк Некоторые, впрочем, считают Что лучше переждать тяжелое время у себя дома на Украине Я тоже приехал из Польши и сижу дома Сейчас на первом месте то, чтобы не заразиться Или надо поехать и заразиться там Лучше дома у родных подождать, когда все закончится Пока неизвестно, что нас дальше ждет Не дай бог, в то время, когда ты будешь в чужой стране работать А тут кто-то из родных заболеет И не будут милы эти заработки, говорит Олег Хамич Многие гадают, когда откроют границы и будут пускать по безвизу Одни, со ссылкой на польские СМИ, полагают Что ехать в Польшу снова можно будет в июле-августе Другие настроены на пару лет закрытых границ В самой Европе открываться не торопится Вчера президент Франции Макрон заявил Что ЕАС может оставить границы закрытыми до сентября Украинцев позовут на стройки И впрочем, по словам польских экспертов После карантина агентством и работодателям будет нелегко компенсировать нехватку работников Даже за счет вернувшихся из-за рубежа поляков Большой проблемой является также приостановление потока людей на границе с Украиной и Белоруссией Говорит Мачак По информации Польского Союза работодателей в сфере строительства Из-за закрытия польских границ прирост работников из Украины сократился более чем на 20% Как рассказывает главный экономист организации Демьян Кашмерчак Еще перед наступлением пандемии строительной сфере в Польше не хватало 70-80 тысяч человек Этот пробел заполняли временные работники из Украины, которые были вынуждены вернуться домой из-за карантина То, насколько сильно кризис повлияет на строительную сферу в долгосрочной перспективе Зависит от продолжительности эпидемии в Польше и Украине, а также самого карантина Конечно, украинские гастарбайтеры захотят вернуться к работе Но может возникнуть сильная конкуренция со стороны тех стран, которые сейчас уже отходят от пандемии Например, Чехии и Германии Сейчас они объявляют о значительном увеличении расходов на инфраструктурные инвестиции, говорит Кашмерчак Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ